Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Лана Ануфриева. А значит, пришло время погадать. Я напоминаю, что на моём канале вы найдёте не только гадания, но и также действенные ритуалы, которые помогут вам в различных ситуациях. Поэтому не забываем, подписываемся и приобщаемся к миру магии. Вместе мы сумеем изменить жизнь в лучшую сторону. А сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели такой вопрос. Чем закончатся существующие отношения? Этот расклад подходит для тех, кто ещё не замужем, кто только встречается с мужчиной и думает о том, сделает ли он предложение, либо уйдёт к другой. Что ждёт ваши отношения? Для расклада вам необходимо загадать позицию 1, 2 или 3 и думать о своём мужчине, о ваших отношениях, чем они могут завершиться, какой у них итог. Первая позиция, вторая и третья. Карты дадут нам с вами подсказки. Также попробуем обратиться к духам. Что от них я услышу? По первой позиции я хочу сказать, что надежды больше на эти отношения возлагаете вы, чем ваш мужчина. То есть мужчина сейчас находится в каком-то подвешенном состоянии. И у него на первом месте вопрос какой-то денежный, какое-то сбережение. Он хочет побольше заработать денег и решить свои какие-то давно волнующие его вопросы. Скорее, это какое-то, возможно, расширение жилплощади, либо какая-то другая крупная покупка. Но на первом месте его сразу же скажу, что волнуют деньги. Он не спешит себя брачными узами как-то обременять, обременять, я бы сказала. Больше намерен зарабатывать. Таким образом, получается, он хочет, чтобы сначала у него немного, получается, материальное положение улучшилось. И потом он уже будет думать о совместном проживании. То сейчас он еще не готов к браку. Но, тем не менее, по ситуации, по чувствам к вам, они есть. То есть вы для него не стоите на последнем месте, и терять он вас не хочет. То есть он хочет дальше с вами быть, он хочет развивать эти отношения. То есть сразу же расскажу, что вы ему нужны. Вот из этой позиции видно, что он вас нуждается. Но на первом месте сейчас, как я уже сказала, идет какое-то сбережение, накопление. И в связи с этим получается, что он еще не ориентирован на брак, на какие-то долгосрочные отношения. Также по этой позиции будьте аккуратны. У мужчины есть какая-то склонность к пагубным привычкам. Я не скажу, что он какой-то заядлый алкоголик, да, но что-то вот такое имеется. Возможно, к алкоголю может быть даже какая-то еще привычка такая именно пагубная, которая именно идет, отражается на здоровье. Тем не менее, по существующей позиции, когда у мужчины уже войдет более такой состоявшийся, скажем так, то сейчас он ориентирован на доход, на зарабатывание, когда немного ситуация исправится, наладится, то здесь видно, что мужчина готов именно непосредственно уже к браку, к укреплению отношений. То есть здесь не все так плохо. Шанс достаточно-таки хороший имеется. Что касается его этой привычки, да, можно ли с ней справиться? Да, справиться можно. Но мужчине получается очень важна поддержка. То есть вы, как женщина, можете его поддержать, дать ему ту заботу, да, поддержку, какое-то, возможно, наставление, направить его. И тогда вместе вы сможете справиться. То есть, возможно, даже вы уже слышали в курсе, либо где-то от общих знакомых, либо могли уже наблюдать в компаниях, что что-то с ним немного не так, да, в плане этой привычки. Также видно, что эти отношения еще будут существовать. То есть краха не показано. Несмотря на то, что немного мужчина хочет укрепить свой материальный доход, да, вот он сейчас так больше зарабатывает, немного там может как-то даже вот эта вот выпивка, да, может как-то выходить, либо еще какая-то привычка. Но, тем не менее, вас он бросать не собирается. То есть здесь достаточно все так идет стабильно. То есть постепенно, постепенно будет повышаться доход, и будет вот это вот желание крепнуть к созданию брака. То есть этот мужчина, который подходит именно к браку осознанно, он не будет создавать брак, при этом там, скажем, снимать какую-то квартиру, да, где-то ютиться по углам, либо рассчитывать на помощь родителей. Это достаточно такой самостоятельный союз, крепкий, сильный, когда мужчина именно на себя возлагает в первую очередь ответственность, да, за будущее. И он не может вот просто так вступить в брак, когда понимает, что у него еще для этого не все имеется. Именно вот капитал здесь важен. Поэтому первая позиция – отношения существовать будут, но дайте вашему мужчине немного устояться материально. Не давите на него в плане того, что нам необходимо уже брак оформлять, не давите. И также я бы порекомендовала все-таки присмотреться, выяснить, что это за пагубная привычка. И немного здесь нужно его поддержать. Возможно, какая-то помощь ему даже или предложить, или потребуется. Но обратите на это внимание, конечно же. Во второй позиции. Что ждет ваши отношения? Здесь сразу же скажу, что идут разногласия. Разногласия идут. Мужчина хочет, чтобы все было так, как считает он, да. Он хочет даже вас как-то учить, направлять. И идут, имеются разногласия. То есть, чтобы здесь отношения просуществовали дольше, придется ему уступать. Разногласий будет много. Мужчина не терпит никаких поучений, никаких, скажем так, указаний. Он считает себя, себя главным в отношениях. И здесь в отношениях четко прослезывается женщина постарше. Возможно, скорее даже его какая-то кровная родственница. Это никоим образом не измена, не любовница. Но женщина идет постарше, которая в этих отношениях диктует свое. То есть, она может как-то указывать, да, как-то вот направлять его. И вот к ней единственное, он будет прислушиваться. Поэтому здесь необходимо пересмотреть, скажем так, его окружение и вычислить вам эту женщину, которая имеет вот такое на него большое влияние, которое способно как-то на ситуацию, скажем так, повлиять, да, и на него в том числе. То есть, если вы хотите повлиять на этого мужчину, вам необходимо будет сдружиться с этой женщиной, скажем так, выяснить, кто она. Но на будущее, да, идет. Шанс, что продлятся эти отношения долго, он не такой большой, как в первой позиции. То есть, здесь мужчина будет перетягивать одеяло на себя, будет хотеть, чтобы вы постоянно его слушали, уступали. Идут какое-то постоянное столкновение интересов, противоречия. Единственного человека выпал в раскладе, какая-то существует женщина в его окружении, которую он будет слушать. То есть, ваше мнение, он не принимает так близко, так сильно к нему не прислушивается. Поэтому шанс на существование отношений здесь гораздо ниже. Существовать отношения здесь могут в том случае, если вы будете ему уступать, а также вы сумеете вычислить, так скажем, эту женщину и с ней сдружиться. То есть, если вы с ней как-то сдружитесь, то уже она будет на него как-то влиять, да, и, то есть, в вашу сторону его склонять, как-то помогать этому союзу. Но противоречий, конечно же, много. Много противоречий. В первом, получается, раскладе такого не было. Не было видно, чтобы были все эти противоречия. Я бы не сказала, что здесь мужчина какие-то привычки имеет пагубные. То есть, если они даже проскальзывают, прослеживаются, он небольшие, и он может ими легко управлять. Что касается, хочет ли он вступать в брак, да, что ждут отношения. Нет, здесь он еще не готов к браку, потому что именно он ищет какого-то человека, который ему будет прям-таки сильно подчиняться, уступать, подчиняться и меньше противоречить. Но по отношению к вам я скажу, что чувство есть. То есть, это не то, что он совсем холоден, да, и с вами, потому что ему, так скажем, нечего делать, да, от недостатка какого-то другого внимания, от недостатка женщин, он находится с вами. Нет, это совершенно не так. Здесь чувство есть. Единственное, что мужчина, даже я бы сказала, какой-то диктатор, упрямый, агрессивный. Но это такой тип, который вот сегодня вы можете поругаться, он может там даже накричать, скажем так, возможно, даже обидеть, может какую-то физическую грубо силу проявить. Но вот завтра, послезавтра, спустя время, он уже как будто и ничего не было и не помнит. Но при этом хочет, чтобы вы как-то мирились, сделали шаги. То есть, достаточно такой агрессивный, своеобразный тип. Но чтобы с ним, как я говорила, уже отношения продлились больше, дольше, то нужно все-таки, конечно, найти этого человека, который в его окружении показано как женщина. Найти его и с ним как-то сдружиться, чтобы все-таки помощь была. Потому что мужчина достаточно такой неуправляемый и своеобразный. То есть, выбор это непростой, если вы вот с таким человеком сейчас находитесь в паре, вторая позиция. Видите, духи нас услышали. С электричеством перебои пошли. Это хорошо. Третья позиция для тех, кто выбрал третью позицию. Здесь мужчина, сразу же скажу, еще находится под влиянием, так скажем, своего окружения, а именно друзей. То есть, мужчина еще любит мужское общение, достаточно причем таки частое. Какие-то, может, там, посиделки, может, какие-то там гулянки, да, какие-то, может, бары, рыбалка, что еще мужчины любят, да. Потому что здесь идет такое, что вот он еще хочет вот этого мужского общения. Это не идет именно, что там общение сразу же влиет, какие-то женщины, измены, нет, ни в коем случае. А именно идет пока еще общение с мужчинами, причем достаточно такое большое количество мужчин в окружении. Скорее всего, вы должны знать, должны знать их, наблюдать. И это идут как такие, скажем так, более холостые, да, холостые молодые мужчины, которые, может быть, такой немного разгульный образ жизни ведут, да, и неженаты, такие в окружении, либо разведены уже. Ну, такие вот, они, получается, любят свободу, беззаботность. И, скорее всего, вашего тоже будут вот склонять, мол, зачем тебе еще брак, там, погуляй, пока еще время есть. То есть такого плана. Поэтому я бы советовала, конечно же, мой совет, это его немного с таких вот компаний пытаться отводить, как-то завлекать. Возможно, предлагать какие-то альтернативы какую-то, поездку вместе, поход, там, да, скажем так, чтобы он меньше времени проводил в таких компаниях. Потому что люди показаны такие не семейные, либо если они находятся в парах, то пары, эти союзы еще не крепкие, не состоявшиеся. То есть в любой момент они могут с легкостью уйти от одной девушки к другой. И, конечно же, с кем поведешься, от того и наберешься. Вашему мужчине такие, друзья, скажем так, не к чему. Также мужчина сейчас хочет еще пожить в свое удовольствие. Он ориентирован на доход, да, на доход, немного так погулять, пообщаться. Поэтому мысли, ну, здесь, получается, несмотря ни на что, вот ваша карта, да, мысли о вас идут. Идут мысли, идут чувства. То есть он хочет дальше быть в отношениях, несмотря вот на эти свои компании, на то, что он зарабатывает деньги. Он подумывает уже именно о серьезных отношениях с вами. То есть как мы на загаданного мужчину, на загаданные отношения. То есть мужчина, этот, кто выбрал третью позицию, ваш мужчина, он в будущем представляет вас матерью своих детей, женой. То есть он видит с вами какое-то развитие. Оно идет, оно показано. Потому что именно вот ваша карта, это карта гармонии, мира, любви, счастья. То есть у него с вами вот такие вот ассоциации. Получается, на будущее он видит вот это вот все развитие, да, вот постепенно и постепенно идет развитие. То есть эти отношения достаточно такие устойчивые по третьей позиции, несмотря на какие-то вот разногласия имеющиеся. Но здесь разногласий не так-то много, скажем, как вот во второй позиции. И несмотря на все имеющиеся разногласия, здесь видно, что мужчина, он заинтересован в своей женщине. Хоть у него такие вот эти, минус получается вышел, вот такие вот компании, да, как я уже сказала. Людей, которые, получается, его окружение, которые еще не определились, находятся в свободном поиске, да. Вот вы сами знаете таких мужчин, которые вот сегодня с одной, завтра с другой в легкость, с легкостью могут быть. То есть у него есть такие друзья, есть такое окружение. Но тем не менее вот его позиция, да, вот он считает, что должна быть одна женщина на всю жизнь, с ней отношения. То есть он, у него нет мыслей вас бросать, как-то уходить, да, расторгнуть эти отношения. Также я не увидела по этому раскладу соперниц. Возможно, конечно же, какой-то флирт имеется, потому что сам мужчина показан достаточно таким хозяином жизни, так скажем. Он от жизни берет все самое лучшее, пытается брать. Такой интересный типаж мужчины, скажем так. Но я не увидела здесь вот явных соперниц. То есть здесь достаточно такой уже сформировавшийся крепкий союз. Понятно, что могут быть разногласия, какие-то ссоры, вас эти компании могут его не устраивать. Но мужчина нацелен быть с вами. Он хочет быть вместе, хочет развивать связь, то есть влюблен, вот достаточно такой стабильный, хороший союз. Таким образом мы рассмотрели три позиции. Каждый, полагаясь на свое чувство, свою интуицию, выбрал из вас нужную ему позицию, подчеркнул для себя какие-то выводы, сделал для себя выводы, пересмотрит свои отношения, что-то поменяет для того, чтобы отношения существовали лучше. Конечно же, помните, что это такая общая трактовка. И отношения могут, конечно же, распадаться из-за того, что может неожиданно появиться какая-то соперница. Возможно, пойдет какое-то магическое влияние на пару. Такое очень часто бывает. И здесь уже, конечно же, будет нужна помощь специалиста, чтобы ставить и защиту от соперниц, и еще какие-то влияния. Та же самая чистка вашего партнера, установка защиты на него, на отношения. То есть это уже нужно смотреть по ситуации. Расклад был общий. Существуют также, напоминаю, индивидуальные расклады, которые вы можете заказать. С вами была ваша Лана Ануфриева. Напоминаю, что я занимаюсь и магической помощью, то есть практикую различного рода воздействия, также таро, ясновидение. Всем желаю любви и благополучия. Подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok